Привет дорогие зрители моего канала. Ну что, позавчера в Украине стартовал двухнедельный локдаун. И с целью сохранения жизни и здоровья украинского народа, наша власть запретила в супермаркетах продавать очень небезопасные товары. Носки, колготки, лампочки, кастрюли, пакеты для мусора и другие очень опасные для здоровья товары. И пока народ обсуждает локдаун и повышение тарифов для населения, президент Зеленский отпраздновал начало локдауна на лыжном курорте в Буковеле. Бывший президент Порошенко, по сообщениям СМИ, решил отдохнуть на Галапагосских островах. А глава конституционного суда Тупицкий перенимает зарубежный конституционный опыт на пляжах Объединенных Арабских Эмиратов. Ну а большинство народных депутатов, на содержание которых в бюджете 2021 года выделено на полмиллиарда больше, чем в прошлом году, объявив рождественские каникулы до 25 января, рванули на заграничные курорты. Выставляет фотки с заграничного курорта и мэр Киева Виталька Кличко. В общем, в Украине ничего не меняется. Наши власть имущие счастливыми лицами выставляют фотки зарубежных курортов, как бы издеваясь над народом Украины, мол, вам локдаун, а нам курорты. Но пока наши власть имущие отдыхают на заграничных курортах, в Украине начали происходить очень важные события. Если вы помните, я ранее в своих видео неоднократно говорил, что менталитет наших людей очень отличается от менталитета европейцев. Это там повышение цены на бензин может вызвать всенародное возмущение, как в той же Франции, что закончилось противостоянием и столкновением с полицией. А у нас народ настолько терпеливый, вот так и напрашивается, это нехорошее слово, терпилы. Одним словом, нам будет многократно повышать цены на газ, воду, электроэнергию, а мы будем терпеть. Но, как ни странно, я оказался неправ. Но, как ни странно, народ в знак протеста по всей Украине начал выходить на улицу и прикрывать трассы международного значения. Первыми на Полтавщине поднялись жители города Лубны. Они полностью перекрыли движение по трассе Киев-Харьков. Через день после этого, против повышения тарифов на газ, повстало село Мамаевцы на Буковине. Они перекрыли трассу Черновцы-Снятым. Люди вышли с требованием пересмотреть цену на газ и его транспортировку. Сразу после этого, с протестом, выступили жители города Валки Харьковской области. Они также перекрыли трассу Харьков-Киев. Вчера жители Никополя и Марганца Днепропетровской области вышли на митинги возле местной мэрии с требованием отменить постановление Кабинета Министров о повышении цены на газ. Терпение украинского народа оказалось не безграничное. И вот очередная новость. И на Харьковщине продолжает акция против сдорожжения тарифов на газ и его транспортирование. Жители селища Высокий перекрыли рух транспорту на Симферопольской трассе. Участники протесту вимагали вгамувати апетит газовых компаній. Люди просто не понимают, как они при таких зарплатах и пенсиях смогут оплачивать драконовские услуги ЖКХ. Больше часа уже прекратить трассу под Харьковым. Это достаточно пожвавлена трасса. Тут много машин, она международная. И вот сейчас мы видим, люди дают возможность автовкам проехать. Они договорились с полицией, что 15 минут продолжает перекрытие трассы, а 7 минут будут ехать автовки и также пропускают автовки оперативных служб. Ну так может уже пора называть вещи своими именами? Может пора народу открывать глаза и говорить правду, кто нам поднимает тарифы? Кто заставляет народ доставать последние деньги, чтобы расплатиться за дорогущий газ? Давайте послушаем народного депутата Александра Качного. Это определили для них те, кто поставил Коболева, кто руководит наблюдательным советом, те, кто выводит отсюда эту прибыль, которую получают с обнищавших уже украинцев. Я полностью согласен с Александром Качным. Но ведь мы знаем, кто ставил Коболева. Мы знаем, кто контролирует наблюдательный совет. И мы знаем, кто выводит отобранные таким образом у обнищавшего народа деньги из Украины. Или может вы не знаете, кто это? Я хочу сказать всем, мы не остановимся. Нас не запугать. Нас не запугать никому. Вот как-то так, друзья. Пока президент катается на лыжах в Буковеле и делает там селфи со всеми желающими, получает от этого огромное удовольствие, олигархи всем своим видом показывают, кто главный в стране. И что они абсолютно ничего не боятся. Потому что выросли в 13 раз тарифы, а никто не заставил это правительство вот таким образом уйти из своих кабинетов. Вот сейчас первые ласточки, это возмущение людей, вот они перекрывают дорогу. Я думаю, что в ближайшее время вот эти люди будут садиться в маршрутки, в автобусы и ехать вот сюда на площадь. Да, мы видим, как поднимаются люди против повышения тарифов в Полтавской, Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Вы спросите, а почему молчат киевляне? А дело в том, что киевляне это особый народ. Им по полгода отключают горячую воду, а они голосуют за мэра Кличко. Им повышают тарифы, а они как будто радуются этому. И наши олигархи, и наше руководство страны смотрят на все это и потирают от удовольствия руки. Да этим лохам хоть сто раз повышать тарифы, они будут молчать. Потому что у киевлян особый менталитет. И в связи с этим я очень часто вспоминаю одну телепередачу. Молодежь, конечно, не помнит. До 1994 года была очень популярная передача и называлась она «Час пик». И вел ее очень популярный на то время журналист Влад Листьев. Эта передача шла каждый день и длилась она всего 15 минут. Так вот, однажды на эту передачу был приглашен Андрон Кончаловский, сводный брат Никиты Михалкова. И он тогда сказал очень интересные слова. Если бы в Париже в общественных туалетах выключили теплую воду, то на протест поднялся бы весь Париж. Это я про их менталитет и про наш. Особенно это касается менталитета киевлян. В регионах народ кипит от возмущения. А киевлянам все равно. Просто киевляне уже привыкли к тому, что президенты меняются, а власть находится в руках у олигархов. И эти олигархи что хотят, то и делают. До тех пор, пока люди готовы отдавать последнее для того, чтобы обогащались вот этих там несколько сотен людей, это будет продолжаться. Они это поняли, что это проходит. Семь лет это у них получалось. И они продолжают это делать дальше. Самое дорогое электричество в Европе. Самый дорогой газ в Европе. И это все на фоне того, что это самая бедная страна в Европе. Признано уже. Уже можно открыто говорить, что олигархи развязали открытую войну против своего народа. Иначе как экономический геноцид это назвать нельзя. Но вы, конечно, спросите, а куда смотрит президент? Куда смотрит его команда? А тут, как в той поговорке, обоя-рябоя. Эти люди прекрасно понимают, что пришли ненадолго, что их время нахождения у власти высчитывается месяцами и очень редко годами. Поэтому им нужно использовать это время для личного обогащения. Поэтому, если говорить о человеческом каком-то, людском подходе этого руководства страны, оно отсутствует. Мораль полностью отсутствует. И любовь к своему народу и уважение к народу отсутствует. Чувство самосохранения абсолютно не присутнее этим людям, которым до 30 лет они считают, что вот они сейчас отрабатывают все, что они должны взять. Им Господь дал сейчас зайти, взять. И они берут, берут и берут. Вы понимаете, меня просто бесит, когда крайним делают премьер-министра. Мол, это он один во всем виноват. Это просто очередной обман. Ведь мы же с вами понимаем, что премьер это не самостоятельный игрок. Он ни одно серьезное решение без офиса президента не принимает. Вот неужели вы думаете, что Кабмин принял решение о повышении тарифов, а президент об этом ничего не знал? Знал, конечно, знал. Мало того, он находится в одной связке с олигархами. В этой стране до тех пор, пока будет существовать олигархический строй, до тех пор, пока новый президент, новый генеральный прокурор, новый руководитель антимонопольного комитета не сможет навести порядок с олигархическими влияниями на отрасли, то есть у нас полная монополия, там, 5-7 человек на все, что у нас зарабатывается в стране. То есть, понимаете, что происходит? Мы с вами ищем хоть какую-то логику в этих повышениях тарифов, а люди повседневной жизни доведены до отчаяния. В частных домах отопление газовое, и пожителям этих домов увеличение тарифа ударило просто очень жестко. Люди сели, посчитали и поняли, что они не смогут свести концы с концами, не смогут за тепло оплатить не только пенсионеры, но и те семьи, где работают и муж, и жена. А про тех людей, которые потеряли работу через локдаун, вообще говорить нечего. И потому я хочу в заключении привести очень правильные слова Александра Качного. Всех это устраивает. До тех пор, пока люди не придут и не вынесут их руками с этих кабинетов. Ничего, не надейтесь ни на какое понимание, что они смотрят, думают, так, нет, тут так же несправедливо. Вот как-то так, друзья. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до новых встреч.